21 сентября исполнилось 120 лет со дня открытия загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Об истории создания и о том, какая программа мероприятия запланирована в нашем сюжете. Астрономическая обсерватория имени Василия Энгельгарта Казанского федерального университета. Это российская астрономическая обсерватория, расположенная в 20 километрах западу от Казани, в поселке Октябрьский и Зеленодольского района Татарстана. 25 сентября мы будем торжественно отмечать 120-летие астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарта. И в этот день запланировано несколько очень интересных мероприятий на территории обсерватории. Прежде всего, это открытие памятника двум великим людям, чья дружба – это и есть тот залог открытия астрономической обсерватории, которое было совершено 120 лет назад, памятник Василию Павловичу Энгельгарту и Дмитрию Ивановичу Дубяга. История создания Энгельгартовской астрономической обсерватории начинается с того, что в 1897 году известный астроном и общественный деятель Василий Энгельгарт по причине преклонных лет и болезни прекращает практические наблюдения и передает в дар Казанскому императорскому университету уникальное по тем временам астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене. С 21 июля 1899 года Дмитрий Дубяга, которого связывал с Энгельгардом многолетняя дружба, был назначен ректором Казанского императорского университета, что способствовало положительному решению о строительстве рядом с Казанью второй обсерватории. 7 марта 1899 года на участке обсерватории приступили к строительству. И 21 сентября 1901 года состоялось торжественное открытие загородной астрономической обсерватории Казанского университета, которая в 1903 году официально получила название Энгельгардовской. В своем завещании известный астроном оставил просьбу быть похороненным на родной земле на территории обсерватории Казанского императорского университета. В 2014 году пожелание ученого было исполнено Казанским федеральным университетом. Более чем через 100 лет по инициативе ректора КФУ Ильшата Гафурова прах Василия Энгельгарда был привезен из Дрездена в Казань. И 21 сентября 2014 года Василий Энгельгард был перезахоронен на территории астрономической обсерватории. На территории обсерватории построен планетарий, ведутся экскурсии для школьников и для всех гостей и жителей Республики Татарстан. И это очень важный фактор, как пропориционная работа для Казанского федерального университета и вообще, чтобы люди получали знания о космосе. Отметим, что Казанский университет является единственным университетом, обладающим собственным планетарием. Напомним, что объекты загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарда включены в предварительный охраняемый список ЮНЕСКО. 25 сентября запланирован ряд мероприятий, проводимых на территории обсерватории. Для гостей будут организованы научно-познавательные программы, где расскажут про историю становления обсерватории, историю развития астрономии в Казанском университете, о современных достижениях в космической отрасли Российской Федерации и многое другое. Для студентов также организован праздник, который мы назвали равноденствие. Дело в том, что 20 числа сентября, 21 по 24 сентября, это дни, когда в зависимости от календаря отмечается так называемый день осеннего равноденствия, когда день равняется ночи, и происходит очень много интересных событий на просторах нашей Вселенной. Также будут организованы зрелищные мероприятия, такие как гонки на дронах. Елизавета Никитина, Универньюс.